Девушки отдыхают Дарюша, Барбозы и Эдмена Шагбазяна А вот что американец написал насчет своего возвращения в октагон Приходите посмотреть на меня 15 мая я возглавлю UFC 262 в Хьюстоне, Техас И в моем карте состоится бой за титул чемпиона в легком весе Я хочу, чтобы люди знали о ребятах в легком весе Которые подерутся за мою корону Ведь они очень много работали ради этого Также несет изменения турнир UFC Fight Night 10 апреля И в главной встрече вечера на замену Даррену Тилу Выйдет Кевин Холланд Который бился менее двух недель назад Теперь ему в кратчайшие сроки предстоит встреча С шестым номером среднего веса в лице Марвина Витории Майкл Чендлер высказался насчет встречи с Чарльзом Оливейрой Сравнив его уровень навыков с предыдущим соперником Дэном Хукером Мне кажется, что бой с Хукером был для меня сложным по сравнению с предстоящим боем против Оливейры Возможно, я не выиграю Чарльза досрочно, как это сделал с Хукером Но я полностью уверен в своей победе Посмотрите поединки Дэна против Фелдера или Порье И вы все поймете сами Бывший чемп среднего веса UFC Люк Рокхольд присоединился к группе бойцов, которые хоть раз высказывались негативно насчет президента компании Даны Уайта Бои чем-то напоминают мафию Тут используется очень похожий стиль ведения переговоров, когда тебя пытаются поиметь Если ты сам не знаешь свою стоимость, то кто-нибудь ее тебе скажет И она будет куда меньше истиной Так что знай свою цену Когда я проиграл титул, Дана Уайт пришел ко мне и попытался морально меня уничтожить А я же прямо ему заявил Да пошел ты! Ты знаешь, кто я и чего я добился Но при этом предлагаешь мне всякое дерьмо Именно поэтому я ушел и подписал контракт с модельным агентством Чтобы я мог сам себя поддерживать У нас нет контролирующих органов Есть лишь эгоистичный парень, немного смахивающий на тирана Вы же должны твердо стоять на своем Идти на риск В противном случае к вам будут относиться как к ничтожеству Этот парень, он думает, что может драться, манит себя бойцом И я не понимаю, он пытается принижать всех бойцов, когда сам не провел ни одного поединка в жизни Ты промоутер Нам необходим некий совет по контролю, чтобы люди получали то, чего они заслуживают Тогда как Дана ведет дела не самым правильным образом Конор МакГрегор предлагает UFC создать новый пояс его имени И вот какой дизайн он хочет видеть Предлагаю розовое золото и рубины Или, возможно, желтое золото и изумруды Может быть тоже неплохо Я открыт для предложений по дизайну Фрэнсис Ингану, в свою очередь, плотно взялся за возможность встречи с Джоном Джонсом Оставив ему грозное послание Я считаю, что Джон Джонс хочет этого боя Я считаю, что он хочет, чтобы это произошло, потому что это будет масштабный бой Мега бой Я имею в виду, он здесь так давно И он очень долго был чемпионом Но я думаю, что это может быть самый большой бой в его карьере И моей Думаю, он этого хочет Он хочет поместить что-то подобное в свое наследие В свое резюме Что касается чисел Да, он просит много денег Он сказал, покажите мне деньги Но я думаю, что это имеет смысл Я думаю, что для мега боя каждый хотел бы иметь мега плату Я хотел бы иметь хорошую зарплату И любой другой боец хотел бы этого Так что в этом нет ничего иррационального Все нормально В бою со Стипой я защитился от одного тейкдауна Но это не имеет ничего общего с поединком против Джонса У Джона Джонса может быть другой подход Другой баланс Другие переходы Это ловушки, в которые я не позволю себе попасть В этом тренировочном лагере я буду работать над своей борьбой Это был хороший спектакль В субботу вечером у меня была хорошая победа Но когда я смотрю на этот бой В этом спектакле есть масса вещей, которые можно исправить и улучшить Мое послание Джона Джонсу заключается в том, чтобы он был готов и максимально серьезно настроен на работу Потому что этот бой состоится Я не собираюсь играть с ним, как его предыдущие соперники На этот раз все будет по-другому Он может набрать любой вес, какой только захочет Это не уменьшит мою силу и мощь Девушки отдыхают Even though I can't believe it.